всем привет пацаны и девчонки всем добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу поговорить о такой теме очень близкой ко мне не хочу поговорить о любви к родине вот кто не знает мою историю я 26 лет уже живу в израиле вот практически самого детства но я вам хочу сказать что как бы я хорошо к израилю не относился я к играли очень хорошо всегда в сердце душе я знал что у меня есть родина страна в которой я родился государство украина страна которую я очень сильно люблю и всю жизнь я буду считать себя украинцы прежде всего потому что я считаю что родины не могут быть 2 родина может быть только одна и вот у меня родина украина я родился в украине хоть и времена были нелегкие в моем детстве но я помню только хорошие я у меня очень хорошие воспоминания со страны садика вот и вообще о людях доброжелательный порядочные хорошие чистые открытые душой люди украинцы это безусловно мой любимый народ я всегда буду к ним хорошо относиться всегда буду их любить и всегда буду считать самыми близкими мне людьми и хоть и понятно что в каждой стране в каждой нации есть разные люди и хорошие и меньше и вот тут в израиле я сталкивалась это больше всего с этим потому что тут люди разные 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 точки мира и менталитета но все хорошие не могут быть тем не менее есть вот эта точка когда человек понимает кто он есть я несмотря что рос в израиле всю жизнь вот почти ну часто ехал к отцу на родину и приезжал и видел те нелегкие времена в детстве которые были 90-х я могу сказать что мне очень обидно было за свою родину что вот почему людям так тяжело было жить вот в тех 90-х годах я как бы был маленьким ребенком и инициатива уехать было моей матери конечно потому что они с отцом развелись и ну наверное как бы искала мать новую жизнь новое будущее вот и думала что может в этой миграции как бы станет лучше хотя вот спустя 26 лет когда я в израиле уже разное видел вырос тоже и хорошие меньше хорошие я понимаю что вы миграции то не выход играться это не выход нигде не будет человеку лучше чем на собственной родине и очень часто люди думают что если ты считаешь что тебя буду было бы лучше на родине они думают что отчет и туда сидишь туда типа собрать свои шмотки и ведь туда люди не понимают вообще не догонять что ты 26 лет вырос в этой стране то еврей тянем это часть тебя как бы ты не любил родину украину как бы ты не любил вообще все что связано но выросли это тут здесь я все знаю видел хорошие плохое неважно израиль это думая мой дом конечно я никогда не буду наверное любить израиль также как люблю украину вот такой сильной любовью в душе но я его тоже люблю по-своему и у меня к этой стране тоже есть любовь и если я говорю что я больше чувствую себя украинцев это не говорит о том что я не чувствую себя израильтянин это говорит о том что я просто больше чувствую себя украинцев и для меня это нормально моя судьба сделала так что у меня было два дома и украина мой дом и израиль мой дом просто я считаю что люди которые уезжают они не должны забывать откуда кто они что они генетические свои как бы новым места географически нужно помнить откуда ты кто что ты за человек мы можем уехать куда угодно и жить где угодно но всегда нас будет сопровождать собственная это собственная это кто ты есть душе кто ты я всегда буду украине я родился в украине я надеюсь и угрейте в украине я всегда был человек который очень любил свою родину я никогда не переставал знать о том что я украине хотя еще раз говорю я в детстве рос в здраве но для меня это всегда была гордость и честь знать что я часть украинского народа пусть мизерно но я часть этого народа я горжусь что я часть этого народа и как я думаю каждый человек который не приспособление и истинно любит свой народ и он всегда где бы он ни жил потому что судьба может занести сейчас человека в разные страны по разным обстоятельствам где бы ты ни жил ты должен помнить кто ты то твоя родина кто ты не забывать себя не терять себя при этом это не говорит ни капли о том что ты не можешь полюбить еще другое место еще других людей и жить там не чувствовать себя там тоже хорошо в эти нелегкие времена все мои молитвы они только для того чтобы в двух странах и я живу не живу в в израиле но в двух странах которые близки мне украина и израиль что вот закончился этот коронавирус этот карантин это все и все были счастливы хорошо жили я всегда очень рад был отношениям израиля и украины это дружелюбные отношения большинство политики тоже политики общаются дружат там как бы имеют дипломатические связи о чем я очень рад и надеюсь что эти связи будут развиваться на всех уровнях и туризм и торговля и все что связано между этими странами просто вот хотелось поделиться и сказать для себя и вам тоже друзья дать понять что не забывайте кто вы забывайте откуда вы вот по днк разбирать нас очень тяжело и каждый человек начнет сдавать анализы днк а у него там будет и от того и от этого и от третьего и от пятого и будут даже такие части чтобы вы никогда не поверили что у вас она есть но она и есть поэтому просто можете гордиться и должны гордиться тем местом где вы родились любить эту страну и любить своих людей а если судьба вас еще и раскинула другую страну по этой жизни научиться любите другое место где вы живете и людей и саму жизнь но при этом никогда не нужно забывать кто вы есть родиться вы могли только в одной стране родина у вас может быть только одна помните об этом